всем привет сегодня покажу вам технику воздушной ручной вышивки своими руками это не совсем обычная вышивка она делается на основе которую я тоже покажу как сделать ну у нас будут такие вот поделки переделки из остатков пряжи поэтому кусочки пряжи не выбрасывайте даже если вам кажется что их очень мало осталось смотрите нам понадобится вот такой вот горячий клей если вы хотите чтобы ваши изделия в итоге были более жесткой формы то выбирайте стержни пожестче они обычно менее прозрачные если стержень вам попадается мягкий тогда и листик вот как мой черный или что вы там решите делать может быть птичку своими руками изделия получаются более мягкие эти штуки хорошо подходят для декора стены можно добавлять их какие-нибудь поделки макраме светильники своими руками делать не знаю ну тут уже ваша фантазия как это использовать вот горячий клей нам нужен и нитки собственно говоря шаблон мы будем делать на пергаменте нужна пергаментная бумага для выпечки берем маленький кусочек и рисуем на нем какую-нибудь простую форму я буду показывать на листике но можно опять же таки птички всякие фрукты цветочки и все что вам нравится все можно сделать принципе единственное что форма должна быть достаточно простая я нарисую листик почему пергаментная бумага потому что от нее хорошо отходит клей потом вообще без проблем и теперь мы горячим клеем жирненько так хорошо проходимся по контурам нарисованным делаем непрерывную жирную линию если вам где-то кажется что получился пробел добавьте клея ничего в этом страшного нет можно еще раз пройтись добавить главное чтобы не было пробелов ну и повторяюсь клей желательно брать стержень пожестче особенно если вы делаете какое-то крупное изделие все лишнее потом срезается ножницами поэтому не страшно если что-то неровно получилось вот он быстро высох и теперь мы убираем все лишнее для этого хорошо подходят маленькие маникюрные ножницы ими можно срезать все неровности друзья не спрашивайте меня как называется эта техника я не знаю я ее придумала на ходу потому что очень увлеклась воздушной вышивкой можно взять нитки ирис можно взять нитки мулине можно принципе любую тонкую пряжу можно и толстую пряжу если бы основу делаете большую я беру вот такие вот ирис нитки из хлопка заправляю в иглу две нитки и делаем вот такой вот узелок фиксируем нет нитку наша задача просто обмотать весь наш контур вот этот весь клей вокруг ниткой так чтобы клея не было видно в хаотичном порядке стежки могут быть направлены в разные стороны можете где-то нитку фиксировать узелком чтобы она там не спадала сохраняем такое среднее натяжение нити чтобы это все держалась хорошо и не топорщилась и вот так вот плотно располагая стежки можно так сказать обматываем ниткой весь весь наш контур где-то на узлах можно останавливаться если не закончилась у вас обрезаете просто и добавляйте новую точно также узелок и потом мы просто эти хвостики приматываете к основе нитью так в одно направление их повернули и нитью располагайте их под основной нитью обмотал вот так вот краешки несколько раз их можно принципе срезать эти хвостики и так продолжаем на стыках вот этих контура листа с прожилками там в разные стороны просто стежки направляете можно где-то прихватывать уже намотанные нитки чтобы вот эти все места хорошенько закрыть нитью в конце вот этот хвостик можно подплавить и так приклеить остатки нити и хвостики срезать ну или узелок сделать общем там как как вам удобнее закончить вот наша основа готова теперь я беру тоненькую иглу беру тоненькую потому что буду нанизывать бисер небольшой чешский номер 10 или как там такой вот этот который чаще всего продается вот такой вот можно обойтись и без него но мне вот хочется добавить сюда яркого бисера теперь я буду делать тонкие прожилки они выглядят как хаотично направленные стежки вот такие вот как в воздухе висящие между линиями контура я нанизываю сразу бисера много достаточно чтоб не ухватило и сначала вот так вот на достаточно большом расстоянии просто эту нить с бисером размещая бусинки тоже на расстоянии друг от друга пройдусь по всему периметру контура я хочу вот этот блеск добавить еще на контур это тоже делать необязательно можно добавить бисер только немножко на сами прожилки или вообще его не добавлять это вы уже сами для себя решите можно крупные бусины выбрать можно жемчуг добавить например если это белые изделия которые хорошо смотрятся дополнение к декору макраме я вот решила немножко все-таки добавить блеска у меня еще осталась куча бисера куча остатков пряжи всякой разной дочь была маленькая и вязала очень много игрушек теперь куча пряжи такой вот небольшими моточками которые уже нигде не приспособишь а эти штуки как раз вот и не требуют большого количества ниток или пряжи так вот я прошлась по контуру немножко остаток бисера снимаю теперь буду создавать вот эти вот воздушные прожилки такие хаотичные стежки между линиями контура фиксирую нить узелком можно вправлять ее в намотку чтобы она хорошо фиксировалась беру бисеринку нанизываю нужно несколько тут уже как он нравится возьму 2 и направляю первый стежок вот например вот сюда направила и фиксирую нить нужно любым удобным способом узелок или затянуть в обмотку куда-то иглу главное зафиксировать эту нить сделала один стежок зафиксировала нить теперь смотрю куда направить следующий добавляю бисер например вот сюда и заправляю иглу в обмотку можно это делать хаотично густо или наоборот несколько буквально полосочек добавлять можно это делать знаете по принципу паутинки как в лапах снов делается она так в круговую цепляются нити предыдущего ряда нужно еще так делать тогда плетение получается более округлая хаотично на то вот принципе так смотрите как вам нравится так и направляйте ниточки но в любом случае натяжение сильно делать не нужно вот этих вот нитей воздушных потому что за них тоже желательно цепляться и куда-то их ввести в разном направлении вот смотрите как это выглядит в итоге это не просто хаотично направлены между собой там соединяются как-то перекликаются и крепится это все на контур сейчас покажу подробнее еще раз как это делается но давайте вот покажу вам по принципу паутинки принцип паутинки это вы делаете по периметру вот в данном случае отверстия вот этого листа по периметру вы делаете несколько стежков на таком приблизительном расстоянии чем ближе стежки друг другу тем гуще плетение не забываем фиксировать нить следующий стежок и сюда тоже стежок и возвращаемся в ту же точку ту же точку открою с которой выходит нашу шаг 1 стежок сюда и таким образом как бы замыкаем круг из стежков воздушных фиксируем нить теперь мы будем цеплять вот эти нити которые мы по кругу сделали вот эти стежки будем просто цеплять нитью и создавать как бы второй круг вот таким образом зацепили и потянули к следующей зацепили ниточку потянули и так до конца ряда опять цепляем ниточку тянем ее к середине и следующую зацепили потянули вот так которая к вам ближе вы ее цепляете и тянете чуть-чуть к середине сильно натягивать не нужно особенно если у вас такой же попался мягкий стержень клеевой как у меня в этом листике слишком мягкий надо все-таки пожестче выбирать стержни это лучше форму держит особенность большое изделие так и вот таким образом затягиваете все это дело в паутинку потом направляете нить куда вам хочется где еще хочется добавить стежков если вам нужно переместиться в другое место вы просто идете по контуру обматывая его нитью или там цепляясь за нить обмотки и доходите до того места где хотите еще добавить стежков цепляем воздушные ниточки вот эти и подтягиваем их в разные стороны создавая такой вот нежный воздушный узор так можно делать крылья бабочки на стрекозу можно делать можно делать ангел очка фею все что угодно своими руками такая вышивка принципе такой принцип вышивки подходит для многих вещей можно сделать разный декор в том числе можно сделать на вагоне декор своими руками в таком стиле каком-нибудь какие-то листики какие-то колокольчики ангел очков звездочки снежинки да все что угодно и так заканчиваем меня получилось достаточно густо можно делать меньше прожил очек фиксируйте хорошенько нить несколькими узелками чтобы не распустилась вот такая вот идея для творчества своими руками поделки переделки из остатков пряжи птичку кстати можно перерисовать на пергамент с какой-нибудь картинки ну и пряжу любую тоненькую берите пользуйтесь